Людям пожилого возраста всегда сложнее ориентироваться в дорожной ситуации, а ведь с каждым годом количество автомобилей на дорогах возрастает. Поэтому старшему поколению важно и напоминать о правилах дорожного движения, и на наглядном примере показывать, как себя вести в той или иной ситуации на проезжей части. Вы у нас будете водителем. Предположим, у нас здесь проезжая часть. В такой, можно сказать, игровой форме и проходит занятие. Они знают правила, но каждый раз время года разное, поэтому пенсионеров приходится предупреждать, напоминать, чтобы они маленечко помнили об этом. Валентина Карпова относит себя к числу примерных пешеходов. Правила она знает и всегда старается их соблюдать. Но каждый раз на таких встречах от инспекторов узнает новую полезную информацию. Мы уже в таком возрасте, когда забываешь многое, поэтому напоминать надо обязательно. Приближается зима, значит, световой день значительно сократится. В темное время суток пешеходам надо быть не только внимательными, а еще заметными на дорогах. И в этом помогут световозвращающие элементы, которые пожилым людям раздали госавтоинспекторы. Браслетики. Почему взяли? Потому что действительно их более удобно носить для людей более преклонного возраста. Ну, значочек, медалька как-то не очень смотрится. А вот браслетик, он будет работать. Я думаю, что и носить их люди будут с удовольствием. И опять же, хорошую пользу. Комфортно, да. Удобно, комфортно. В гости в Центр Вера сотрудники ГИБДД приезжают обязательно раз в квартал. И неустанно напоминают старшему поколению о правилах дорожного движения. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.